К моему большому сожалению, все видео будет сопровождаться звуком, помех. Оказывается, так происходит, когда провод зарядки воткнут в телефон во время записи. И на данный момент уже не получается перезаписать видео, потому что комментарий удален, и его никак не восстановить. Так что в этот раз видео будет с данными помехами. Ну что ж, бывает. Значит, что мы здесь видим? Поступило такое сообщение. Уведомляем, что получили запрос такой-то, такой-то на редактирование вашего телефона с действующего на какой-то непонятный. Изменим производство в течение следующих 12 часов. Аннулируйте заявку, если отправляли не вы или подали по ошибке, перейдя по вот такой ссылке. И от кого пришло, это была публикация на стену. Смотрим, что здесь какое-то администрирование, модерация, аннулирация. То есть это не администрация, это понятно, но для особо невнимательных может все прокатить. Мы не переходим по этой ссылке из нашего действующего браузера, где у нас выполнен вход в аккаунт ВКонтакте. Если нам интересно, то мы эту ссылку открываем в браузере Incognito. Открывается якобы какая-то форма. Первым делом мы обращаем внимание, конечно же, на адресную строку. Это не vk.com, это vkconnects.com и бла-бла-бла. Первое, что могло показать нам, что это мошенники, это название аккаунта, с которого пришло. Второе, это в целом непонятная ссылка. И дальше мы просто проверяем. Здесь можно указать любой телефон, либо любой email. Мы укажем абсолютно любой. Это ни на что не влияет. Это просто имитация того, как это бывает, что якобы все происходит на самом деле. И вот здесь ключевая страница, это запрашивают новый пароль. Укажите старый пароль и укажите новый пароль. То есть именно на этой странице нас просят ввести наш действующий пароль. Старый пароль якобы для того, чтобы поменять на новый. Именно этим действием мошенники получат пароль от нашей страницы. Вводим абсолютно любой. Абсолютно любой. Я ввожу старый пароль. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И новый пароль от 1 до 0. И подтверждаю. Просит ввести капчу. Это что-то неравеное. Такое ощущение, как будто это сделано специально, чтобы дальше этого этапа ничего не прошло. Текущий пароль введен неправильно. То есть именно в этот момент мошенники уже пытались войти с неправильным паролем. Но, собственно, так они и захватывают страницу. Будьте аккуратны, осторожны. И самое правильное, что нужно сделать в этот момент, это, конечно же, удалить запись. Заблокировать. Это мы уже сделали. И поместить в черный список. Еще можно пожаловаться, что мы сделали. И он уже удален этот комментарий. Скорее всего, именно по этой причине. Потому что наши жалобы обработали. И все комментарии со всех страниц удалили. Будьте внимательны.